приветствую всех на канале подписчиков случайных зрителей сегодня будем разбираться с 50 копеечными монетами 1994 года здесь у нас в каталоге имеется довольно такой большой перечень монет 1994 года и разновидностей штампов довольно таки большие в общей сложности то что нам попадается понятно же идет латунь светлая медные серебряные я думаю вы сами прекрасно понимаете алюминиевые и прочие металлы нам не под силу найти в обиходе может конечно какое-то чудо произойдет но это крайне и крайне маловероятно здесь у нас по каталогу 1994 год есть по гуртам соответственно гладкий но это у нас хулиганка такой вряд ли вы найдете мелкий крупный гурт и есть также монета со средним гуртом 1 единственная 12а с латунь светлая почему-то стоит в примечаниях 7 категория это встречаемость крайне и крайне редко и цена договорная но не знаю ребята как по мне средний гурт явная какая-то заказуха как она считается седьмой категорией допустим для меня загадка ну сегодня речь пойдет не об этом но сейчас на самой распространенной монете 50 копеек 1994 года постараемся раз и навсегда разобраться какие есть редкие разновидности какие есть рядовые вот меня сейчас в руках монета самые самые распространенные которые встречаются в 99 процентов случаев это у нас штамп монеты а е это у нас маленькие ягодки вот такие никак иголочкой сделаны намного меньше чем в штампах а а в а г это на самые маленькие ягоды и соответственно тонкие коротенькие череночки они очень очень коротенькие очень очень маленькие если присмотреться можно конечно осматриваться и в касание но если вы ребята видите что на монете мелкие ягодки короткие отростки это у нас штампа и вот прекрасно видно уменьшенные ягоды это у нас там по и но слева у нас чуть большие ягоды это у нас штамп а здесь у нас смотрите в чем разница как я по размеру ягоды они идут намного толще я бы не сказал бы что в два раза но немножко сильнее толще и не более заметны они более хорошо выделяется это у нас сразу дает знак о том что монета редкой 1994 года ну а как понять какая из них из огромного списка наша ну сейчас мы как раз и рассмотрим также могу еще добавить что в этом штампе не а и у нас кроме больших ягодок идут еще черенки они идут больше и длиннее но вот насчет касания как в каталоге многие спрашивают от почему 7 8 касается первое не касается либо наоборот бывает что касание но не явно выраженное не то что полностью на ягоду ложится сам черенок а бывает просто касание но либо очень тоненько идет с длинным отростком но там практически еле видно и касание если конечно монету почистить и посмотреть под увеличением касания видно но если не рассматривать под увеличением касания не видно так что ребята смотрим 1994 год с большими ягодами и с длинными толстыми отростками которые могут касаться либо подходить к ягоде может быть такое что в 7 8 1 грозди очень явного касания нету но у нас есть крупные ягоды либо большой венок либо меньший венок вот давайте перейдем к монете 1994 года если мы поняли что это у нас штамп не а и значит можно нам изучать аверс да не спорю что может кто-то сказать что есть еще штамп 1 2 а е с ну насчет среднего гурта в принципе свое я уже понимание объяснил кто не согласит можете отписаться в комментариях но вот здесь у нас ребята по штампах у нас здесь в принципе есть три штампа аверса у нас самый распространенный у меня почему-то попадается им на первый штамп у нас есть первый штамп вот здесь у нас низ трезубца такие широкие полосочки и маленькие вот эти окошечка внизу в трезубце во втором штампе у нас наоборот у нас вот такой узкий тоненький окантовочка низа трезубца здесь соответственно большие окошки это у нас штамп второй это слева первый штамп это у нас второй визуально я думаю прекрасно все видно но также есть в первом штампе есть парочка разновидностей а именно штамп 11 и штамп 12 смотрим широкий узкие прорези внизу трезубца смотрим на правый лист если у нас длинный такой полностью прямой у нас здесь штамп один один он идет от нижнего дуба листочка до в середины верхнего даже практически до края верхнего штампе 12 у нас он здесь такой небольшой как треугольничек немножечко завернутый краешек влево но визуально я думаю можно тоже понять если монета грязная лучше кешно прочистить но если здесь прорезь идет глубокая длина это 11 штамп если же коротенькая виде треугольничка и немножечко повернутая краешек налево значит там по 12 ну вот в принципе на аверсах мы разобрали штамп 1112 и соответственно штамп 2 ну вот разобравшись с аверсом мы переходим к реверсу здесь у нас в принципе остается только три варианта штамп монеты а а в либо штамп монеты аг штампа а б в 1994 году нету поэтому мы его откидываем у нас по изображениям соответственно уменьшенный реверс и большой венок реверса соответственно у нас слева здесь у нас там а а он единственный в 1994 году повторюсь а штампа а б нету девяносто четвертом году здесь у нас разбер изображение самого венка 20 миллиметров он чуть меньше здесь больше соответственно отдалено от канта но в штампах а в и аг сам рисунок больше и соответственно канту идет совсем небольшое отдаление так ну вот разобравшись я думаю штамп а а я думаю вы поняли большие ягодки касания либо же длинные отростки и меньше изображения можно перемерить штангенциркулем отсюда до отсюда вот будет 20 миллиметров ну штамп а а я думаю вы поняли как определить но вот насчет штампов а в и аг у нас в обеих штампах изображение 23 миллиметра следственно большее здесь у нас смотрим по монете у нас в штампе а в просто увеличено изображение 23 миллиметра венка и обычной виде треугольника здесь отростки листьев и здесь также между отростками идут в штампе а в треугольники в штампе а и идут трапеции если присмотреться я думаю вы сами понимаете что такое трапеция идет отросток здесь полосочка и здесь накрашек и в штампе а по всему полю монеты идет довольно такой большой венок именно везде проскакивают трапеции так что в принципе по реверсу всего три штампа а а штамп а в и аг для закрепления материала сейчас пройдемся по монетам 1994 года которые лежат у меня в коллекции конечно же немножко не полная коллекция у нас остались только рядовые а также хулиганка рядовые я по выбираю получше может и отложу ну а так давайте пройдемся и пробежимся заодно и закрепив это у нас штамп 1 1 а а м и 1 1 а в м вот здесь по изображениям видно разница в изображении слева у нас меньше справа у нас больше 20 миллиметров 23 миллиметра штампы 1 1 это у нас центре трезубцев унизу широкие с маленькими окошечками это у нас штамп 1 дабы понять что это штамп 1 1 а не 1 2 смотрим на правый лист здесь длинный отросточек это у нас штамп 1 1 мелкий гурт обе ну мелкий гурт я думаю вы прекрасно понимаете как понять 1 1 а а м 1 1 а в м это у нас редкие разновидности самая редкая из разновидностей трапеции это 1994 год штамп 1 1 а г м у нас здесь аверс широкие узенькие окошечки штамп 1 1 ну а на реверсе у нас соответственно трапеции данную монету я не находил данную монету мне подарили большое изображение штамп а г и трапеции это самая редкая разновидность которая пока я еще не находил 1994 год штамп 1 1 а е м это у нас рядовая такое сдается в магазин ну и отложил понятно же для коллекции 1 1 а е м следующая монета 1 2 а а м это у нас уменьшенный из рисунок реверса большие ягодки длинные отростки штамп 1 2 у нас здесь широкие узенькие окошечки и 1 2 у нас небольшая вот такая как треугольная прорезь вверху и немножечко она повернута налево завернутая далее у нас штамп 1 2 а а к как и предыдущая только крупный гурт вот такая вот монета далее штамп 1 2 а в к тоже широкий рисунок 23 миллиметров здесь у нас трапеции нету просто обычные как треугольнички небольшие и соответственно аверс маленький широкий и прорез небольшой в правом углу влево завернутый 1 2 а е м тоже у нас рядовая монета с остатками блеска 1 2 а е к у нас тоже рядовая грубо говоря в магазин ну для коллекции понятно же она лежит тоже редкая 2 а а е м уменьшенный реверс касание ягодки большие 2 тоненькие узенькие большие окошечки это у нас штамп 2 также 2 а в е м у нас здесь больше изображения посредине с штампом а а тоже узкая широкая и на прорезь можно не смотреть штамп 2 а е м тоже довольно редкая трапеция но у нас стоит намного дешевле чем 1 1 хотя встречается тоже крайне редко трапеции по всему полю монеты большое изображение и у нас вниз трезубца узкие полосочки и широкие окошечки 2 а е м ну и 2 а е м это у нас мелкие ягоды нету касаний и второй штамп ну понятно же ребята штампы а е идут в магазин а е с 1 2 как по мне что-то на грани фантастики мало вероятно что и кто-то найдет какая-то заказуха ну все остальное кроме штампа в а е оно считается редким по ценности монеты конечно же не распиарены есть классика по штампу типа 2 а е м и 1 1 а е м соответственно но это чисто раритеты которые люди за ними гонятся остальные штампы покупают только коллекционеры так что ребята так надеюсь выше изложенная информация будет для вас полезной всем удачных поисков до скорых встреч всем пока 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 а и и и и и и